Гранты на детский отдых и на экологические акции разыграли в Советском районе. Там прошел конкурс проектов в сфере молодежной политики. Всего за денежную поддержку инициативы боролись 10 участников. Милана Поварницына расскажет о самых интересных проектах. Конкурсанты из Дома культуры «Авангард» уже четвертый раз участвуют в конкурсе программ по молодежной политике. На их счету две победы и такие реализованные проекты, как велопробег и палаточный лагерь. Но главное даже не победа, а участие, отмечает Галина Вшивкова. Очень много интересного, очень много необычного. Мы узнаем от других, делимся опытом. И я думаю, что они нам помогают даже расти самим. В этом году побороться за грант решили 10 участников. Каждая программа стоит того, чтобы победить. Например, серия короткометражных фильмов об участниках Великой Отечественной войны, снятых в традициях художественного кино. Реальные истории, сыгранные воспитанниками, удалось перенести на экран благодаря проекту «История подвига Центра созвездия». А вот еще одна работа, но посвященная уже организации летнего отдыха детей. В природную среду погрузит подростков, трехдневный турпоход, заповедные места. Затронули участники и острые социальные проблемы. Центр культуры Сибирь, ГИБДД и мотосообщество «Регион-86» объединили свои усилия, чтобы снизить детский травматизм на дорогах. Совместный проект назвали «Безопасное лето». На данный момент мото-движение стало популярным среди подростков и молодежи. Мы считаем, что новые преподаватели правил дорожного движения, участники мотосообщества «Регион-86» вызовут интерес у детей. Тем более в данном сообществе находятся люди с большим водительским стажем и выезжают на дорогу только в полной экипировке. Авторы лучших проектов получили денежную поддержку на реализацию своих программ. Максимальная сумма гранта – 20 тысяч рублей. Милана Поварницына, телекомпания «Югра» при поддержке телекомпании «Первый Советский». Максимальная сумма гранта – 20 тысяч рублей.